Проповедь моя будет называться «Свидетельство Церкви». А в чем это свидетельство? Знаете, все построено на самом деле на любви Божьей, на любви к человеку. И Евангелие Атеана, 15 глава, 13 стихом сказано так. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Знаете, Иисус Христос, Он сошел в ад для того, чтобы нас забрать с собой в рай. Какой-то проповедник однажды сказал, «Знаешь, в рай мы заберем тех, ради кого готовы спуститься в ад». То учение, которое я хочу сегодня дать, оно будет именно об этом. Именно о том, как Церковь идет к неверующим людям и рассказывает, открывает неверующим людям слово Евангелие. Знаете, о чем мы сегодня поговорим? Первое, о чем поговорим, это вражда и примирение с Богом. Второе, о чем поговорим, это поводы встречи с неверующими людьми. Третье, о чем поговорим, мы рассмотрим жизнь такого Божьего пророка, как Моисей. И на примере его жизни возьмем для себя какие-то моменты, что-то ценное. Дальше мы поговорим о том, как в Церкви сталкиваются опыты, разные опыты разных людей и что из этого всего происходит. Итак, начнем по порядку сначала. «Вражда и примирение с Богом». Знаете, правда в том, что жизнь сама по себе, без Бога, она невозможна. И она не может существовать сама по себе. И если кто-то избирает самовольно, по собственной воле, отделить себя от этой жизни, то рано или поздно это приводит к духовной смерти. Первая мысль, жить самостоятельно и быть самостоятельно, без Бога, возникла в разуме одного архангела. Там на небесах в самом начале, знаете, вообще, чтобы было понятно, всю историю духовного общения Бога и человека можно представить в трех таких периодах. Это бунт на небе и низвержение Люцифера, ангела. А потом грехопадение человека и вражда против Бога, жизнь без Бога. И третий период – это возможность примирения с Богом во Христе Иисусе. Так вот, в самом начале мысль о том, что я могу жить самостоятельно, я могу жить без Бога, она возникла в разуме первого архангела, самого приближенного к Богу. Имя ему было Люцифер. В переводе означает «несущий свет». И знаете, этот архангел, он решил, что он сам может быть Богом. Написано в книге пророка Исаия в 14 главе, об этом написано так. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты, низвержен в ад, в глубины преисподней». Обольстившись идеей быть равным Богу, быть самому, самому решать, что есть добро, а что есть зло, на самом деле Люцифер, ставший сатаной, ставший дьяволом, он прельстил этой мыслью и человека. Помните, в книге «Бытие» написано, когда Люцифер, он искушает Еву, он говорит, будете как боги. Вот эта мысль о том, что будете как боги, она и захватила разум Евы в тот момент. И, знаете, человек с того момента, он сам становится мерилом добра и зла, он сам начинает выбирать, что такое есть добро, а что такое есть зло. Ему не нужен уже Бог, но, знаете, свержение верховной власти, верховной власти Бога, оно не привело к свободе, оно привело к рабству, к рабству собственной гордыни. Сперва это привело к рабству Люцифера, за что и был низвержен, а после и человека. И, как написано в послании Ефесянам, 4 главе, 18 стихом, что случилось? О таких людях написано. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Перекрыв родник духовной жизни, душа человеческая, она начала переживать засуху, она начала переживать период упадка, распада, тления. Понимаете, человек отделился, все, у него нет источника жизни, он не может один без Бога. И Бог, зная об этом, видя это, видя то, что на самом деле каждая душа, она внутри стремится, воссоединиться обратно с Богом, но не может. Потому что человек уже вначале сделал свой выбор, но Бог, видя то, как поврежден человек, Он первым делает шаг навстречу и практически убирает эту преграду, которая мешает примирению Бога и человека. И знаете, написано во втором послании Коринфянам, в пятой главе, с девятнадцатого стиха написаны такие слова. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Аминь». В этом суть благой вести, в этом суть, которую Господь хочет передать людям через церковь свою. Вот предназначение церкви. Церковь должна иметь такое свидетельство. То есть свидетельство о том, как было нарушено там, сперва на небесах, потом это нарушение жизни с Богом перешло к человеку. И сегодня у нас есть возможность примирения, и мы можем об этом рассказывать другим людям. Знаете, дьявол, он принес разделение в царство Бога. Своими вот этими действиями дьявол, сатана, он принес разделение в царство Бога. Но теперь Иисус приходит в царство сатаны и приносит разделение уже сюда. Послушайте. Он вступает на территорию этого царства и приносит разделение. Написано Евангелие от Луки. Давайте откроем. Евангелие от Луки, 12 глава. Евангелие от Луки, 12 глава. С 51 стиха прочитаем. Написано так. Иисус Христос говорит. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. И, знаете, с человеческой точки зрения, ну, на самом деле, миссия Иисуса Христа, она не является миротворческой. Ну, правда. Иисус говорит, я принес вам разделение. Это трудно вместить, но это так. О каком разделении речь? Речь, конечно же, о разделении верующих и неверующих. Верующих в Иисуса Христа, принимающих Его жертву, и неверующих людей. И чего Господь ожидает от Своей Церкви? Того, что Церковь начнет искать поводы для встреч с неверующими. Вот эти верующие люди, которые уверовали, они начнут искать поводы для встреч с неверующими людьми. И, знаете, это можно увидеть в Священном Писании на примере апостола Павла. Апостол Павел, он искал встречи с неверующими людьми. И когда он попадал в общество иудеев, в синагогу приходил, да? Апостол Павел, он цитировал Моисея, цитировал пророков, но говорил им Евангелие, говорил им Благую Весть, говорил им о Христе. Когда он выступал на площади, то он цитировал философов, поэтов, но также приводил к тому, что слушающие слышали Благую Весть, слышали о Христе. Апостол Павел пишет в своем послании, 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха. 2 Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха. 2 Коринфянам, 10 глава, с 19 стиха. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Аминь. Помните описанный случай, когда перед тем, как войти в Ариапак и проповедовать, апостол Павел, он ходит по площади, рассматривая памятники богам и называя их святынями, он находит памятник неведомому богу, использует его как площадку для проповеди Евангелия. Он просто говорит с этими людьми, приводя им в пример слова философов сперва, слова поэтов, а потом он говорит о святом боге, об Иисусе Христе. Послушайте, каким образом мы сегодня можем использовать этот принцип, который апостол Павел дает нам? Каким? Церковь. Все служения в нашей церкви, все, что есть в нашей церкви, все отделы служений. Я могу перечислять, это и служение реабилитации, да, где мы идем к тем людям, которые зависимы от алкоголя, наркотиков, или попали в какую-то трудную жизненную ситуацию. Какая наша задача? Мы им рассказываем Евангелие, все просто. Мы идем на площадь, когда там проходят какие-то празднества, или просто даже в воскресенье, мы выходим на площадь, и создавая какое-то служение, увеселительное, может быть, со стороны выглядит это, когда играют на гитарах, поют, да, люди просто заинтересовываются, люди этого мира, люди, не знающие Бога. И они приходят и слышат слово Евангелие. Знаете, когда наши братья и сестры, они идут и окормляют голодных, готовят где-то у себя, готовят пищу, идут на улицы города и раздают эту пищу, просто кормят, что ли, и все? Да нет, говорят Евангелие, говорят слово благое для каждого человека спасительное. Послушайте, когда наши братья идут в больницы, для чего идут? Для того, чтобы рассказать Евангелие, для того, чтобы привести людей к молитве покаяния, только для этого. Все служения, все социальные служения, которые есть в нашей церкви, служения будем добрее, которые собираются, собирают вещи, раздают их неимущим, едут в семьи, в многодетные семьи, помогают многодетным семьям. Для чего? Для того, чтобы рассказать Евангелие, для того, чтобы принести благую вещь, чтобы все имели спасение. Знаете, результат какой? Результат вот все мы здесь находящиеся. Вот это плод всех этих служений церкви. Вот она для чего церковь. Церковь это не клуб по интересам, где мы можем прийти и просто побыть друг с другом, поговорить, пообщаться. Нет. Самая основная задача церкви это проповедовать Евангелие. Говорить о Христе всем, куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был. Пусть это свидетельство будет в твоем сердце. Знаете, я хочу еще разобрать некоторые моменты. Это рассмотрим некоторые этапы из жизни такого божьего пророка Моисея. В книге, в послании евреям, автор этого послания, он описывает несколько этапов жизни Моисея, как Моисей, не просто был поведен в пустыню, а он пришел оттуда. Для чего? Для того, чтобы забрать тех, кто остался в Египте. Он обратно был возвращен в Египет, для того, чтобы уже вывезти из Египта. И ключевое слово в 11 главе из послания к евреям, это вера. На самом деле, Авель, Ной, все герои, которые там перечислены, все их действия начинались с веры. Верою Авель принес жертву, лучшую, нежели Каин. Ной, верою, приняв откровение, построил ковчег. И дальше, и дальше. Верою Авраам пошел в землю, которую не знал. Ну, знаете, после слова верою всегда стоит глагол, это всегда стоит действие. И, знаете, вера на самом деле, Моисей, он родился в семье глубоко верующих родителей. Эти родители, они веровали в Бога. Они, ежедневно рискуя, приступая к где-то даже закон, они сохраняли своего сына, потому что относились к нему особенно. И это было что-то особенное в жизни Моисея, потому что, даже будучи младенцем, глядя в глаза матери, знаете, Моисей перенимал ту веру, которая была у нее. На самом деле, вера, она может передаваться, особенно по материнской линии. Я просто, знаете, есть в Евангелии такое место, я когда читал послание Тимофею, а вы знаете, у меня фамилия Тимофеев, я самые первые книги Библии, я прочитал именно эти послания. И не просто их читал, а вчитывался, я искал там для себя, ну, что там было написано. И во втором послании Тимофею, в первой главе, пятым стихом, апостол Павел, обращаясь к Тимофею, вспоминает его веру, вспоминает, такие слова написаны, вспоминает его веру, которая, как написано, прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Послушайте, не написано про дедушку, не написано про отца, написано про маму и бабушку. Сестры, это вам, послушайте, через вас она верует, она передается. Многие великие люди Библии, на самом деле, были рождены неплодными женщинами. Могу перечислить имена Исаак, Иосиф, Самсон, Самуил, Иоанн Креститель. Знаете, матери этих детей, для них это были особые дети. Это не был какой-то очередной ребенок, знаете, рожденный. Это было что-то, нечто особенное, дар свыше. И знаете, вот это рождение Моисея, оно является как бы прообразом для нас, прообразом новой жизни во Христе Иисусе, прообразом нового опыта, опыта Святого Духа, опыта веры, опыта, который дает церковь. Следующий этап жизни Моисея, второй этап жизни Моисея, это когда Моисей уже стал взрослым, став взрослым, он принимает особое решение для себя. Моисей отказывается от титула, он отказывается от того, что он сын дочери фараона. И он принимает, делает осознанное решение, принимает, что он будет страдать со своим народом. Он полностью отрекается от своего вот этого прошлого и даже защищает других евреев, ну, вступает в какую-то схватку, в какую-то борьбу. Послушайте, Моисей делает осознанное решение в пользу своего народа, в пользу своего Бога, в пользу своего будущего. И вот этот разрыв с прошлым, это прообраз для нас. На самом деле, разрыв с прошлым, это шаг вперед, а не назад. Вот он, прообраз важной жизни Моисея. Дальше, третий этап. Третий этап, особенный этап жизни Моисея, когда он находится в пустыне. А сколько лет Моисей находился в пустыне? Знаете? Сорок лет. Сорок лет Моисей находится в пустыне. Для чего? Почему сорок лет? Именно столько времени понадобилось Богу, чтобы вытравить из Моисея все египетское, всю самонадеянность, все то, что было присуще принцам царских кровей. Знаете? Всю гордость. И книга чисел, 12 глава, 3 стих. Знаете, о чем говорит, каким стал Моисей в этой пустыне? Бог так чудесно поработал с сердцем Моисея, что Моисей стал самым кротким человеком, там где? Он на земле, вообще на земле. Самый кроткий человек на земле. Сорок лет понадобилось. Как вы думаете, почему Господь потом сорок лет водил свой народ? Делайте параллели, проводите, послушайте. Но все уроки Синайской пустыни, которые претерпел Моисей, знаете, вот эти все трудности, для чего это было сделано? Для нас это прообраз того, что всякая пустыня в твоей жизни, всякие трудные ситуации, которые ты проходишь, они созданы только лишь для того, чтобы смог ты повести других за собой. Чтобы, имея этот опыт, переживания, противостояния, где-то изменения себя, чтобы ты этим опытом, этим свидетельством мог повести за собой других. Аминь. И слушайте, последний этап жизни Моисея, четвертый. Моисей возвращается в Египет. Моисей возвращается в Египет, и он одержим одной целью. Вывести тех, вывести тот народ, который там страдает, вывести из Египта и забрать с собой. У Моисея есть опыт. И знаете, он теперь готов, Моисей готов к тому, чтобы вывести. Это главная задача его жизни. И на самом деле, зрелость в церкви, она измеряется любовью к Богу. Так? Зрелость в церкви, она измеряется любовью к Богу. А любовь к Богу измеряется, любовью к людям. Любовь к Богу измеряется, любовью к людям. Вот это свидетельство церкви, пусть оно будет, знаете, в каждом сердце. Наша задача не быть изолированными от этого мира. Наша задача прийти в этот мир и спасти хотя бы некоторых. Церковь, чего Бог ожидает от церкви? Бог ожидает от церкви, что это будет тем местом, где будут перекрестные встречи людей верующих с людьми неверующими. Бог сталкивает здесь, на этом месте, Бог сталкивает разные опыты людей. Знаете, есть опыт церкви, а есть опыт этого мира. И это совершенно два противоположных разных опыта. Послушайте, вот примеры. Например, опыт усыновления и принятия Бог сталкивает с опытом отверженности. Опыт усыновления и принятия, которые есть в церкви, Бог сталкивает с опытом отверженности. Знаете, опыт отверженности, он очень распространен в этом мире. Когда ты подходишь на улице к прохожему, к любому прохожему, неважно, когда мы идем благовествовать, или да просто ты к прохожему подходишь, сразу реакция, знаете, какая? Ну, реакция, сразу дистанция, человек не ожидает от тебя ничего хорошего. Это и есть опыт отверженности. Но когда человек приходит, он только переступает порог нашего дома, порог храма, он только переступает, он сразу с чем сталкивается? С опытом принятия, с опытом усыновления. К нему относятся здесь, правда, как к брату, как к сестре, потому что все мы усыновленные дети Бога нашего. Аминь. И это и производит действие. А знаете, человек видит, он пришел оттуда, где находилось вот то, та отверженность, пришел в место, где принятие и усыновление. Конечно, он выбирает это. Дальше. Опыт прощения с опытом вины и стыда. Опыт прощения с опытом вины и стыда. На самом деле, я вспоминаю свою жизнь и понимаю, что в моей прошлой жизни очень много было опыта стыда, опыта вины. Я постоянно чувствовал себя виноватым, я постоянно был в стыде. Но знаете, церковь на самом деле наделена великой властью от Бога. Здесь есть те люди, которые могут сказать тебе проще на тебе. проще на тебе проще на грехи, тебе проще на. Это великая власть от Бога. Никто не может простить грехи, никакая другая власть. Но у церкви есть такая власть простить грехи людей. Аминь. Дорогие, я просто хочу благословить каждого из вас. Пусть в вашей жизни будет тот опыт, опыт от Бога, опыт любви, опыт принятия, опыт примирения, те опыты, которые позволят тебе быть письмом Христовым, быть свидетельством этому миру, быть тем, глядя на которого люди захотят прийти в церковь, захотят стать частью этого общества. Пусть в своей жизни происходит много того, что есть у церкви, тот опыт, который есть у церкви. Приходи в церковь, церковь передаст тебе этот опыт с большой радостью. Аминь. Но, знаете, мы продолжаем, все это было, все это было в завершении, в завершении трансляции, да, но наше служение продолжается. Итак, продолжаю. Опыт любви и достоинства Бог в церкви сталкивает с опытом унижения. Субтитры